Не лишние излишки, эта фраза говорит сама за себя, вложив свой труд, силы, средства на то, чтобы вырастить урожай, очень хочется получить отдачу. Тем более, что покупатели готовы платить за экологически чистый продукт. Первое условие для легальной торговли – получение справки о том, что земельный участок, на котором выращена сельхозпродукция, принадлежит продавцу. Обычно в этой справке указываются на именование товара и его приблизительный объем на продажу. При наличии такового документа реализовать продукцию растеневодства без уплаты налогов может не только сам владелец земельного участка, но и его родственники. Грибы, лекарственные растения – все это освобождается от подоходного налога. То есть никаких налогов с этого не уплачивается. Также сюда включается квашеная капуста, соленье. В принципе, то, что сами бабушки наши торгуют. В случае, если продают помидоры, фрукты, овощи, с этого налоги не уплачиваются. Необходимо только будет взять справку о том, что данные овощи были выращены на вашем участке. И, в принципе, все. При отсутствии таковой справки гражданин обязан зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Следует помнить, что к продукции растеневодства относятся овощи, фрукты и другая продукция, за исключением декоративных растений и продукции цветоводства. Уплачивается единый налог без регистрации ИП по цветам, рассаде, семенам. С этого, да, уже необходимо будет платить. Реализовывать продукцию граждане в праве на торговых местах на рынках или в иных, установленных исполнительной властью местах. А вот торговать вдоль автотрасс в неустановленных для этого местах законодательством запрещено. Период реализации гражданами вышеуказанных товаров законодательством не ограничен.